Привет! Вы слушаете подкаст «Живу свою лучшую жизнь». Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жизнь с понедельника. Меня зовут Арс Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня вместе с Анастасией Медведевой, нутрициологом «Азбуки вкуса» и Анной Белой, руководителем направления «Азбука лайф», мы будем разбирать, как стать осознанным, что такое осознанность и как эта осознанность может изменить нашу жизнь. Анна, Анастасия, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну и, естественно, первый вопрос. Я очень люблю вникать в какие-то проблемы и в какие-то пути решения этих проблем. Смотчасти, так называемый. Откуда взялось понятие осознанности и что это понятие в себя включает? Может быть, я начну. Здравствуйте, Анастасия. Спасибо большое за приглашение. Мне кажется, что понятие на самом деле одновременно простое, одновременно не очень. Оно очень большое, комплексное. Я думаю, что, в принципе, понятие осознанности, mindfulness пришло, конечно, с Востока, с восточных практик буддийской медитации. Но сейчас оно стало гораздо шире. Сейчас оно стало гораздо, может быть, проще и ближе. И, наверное, mindfulness — это про фокус внимания, про сосредоточение внимания, про наблюдение. Причём не просто фокус внимания на каком-то объекте, когда мы смотрим на него, оценивающий, рассматриваем или делаем какие-то выводы. Это именно сосредоточение внимания, но намеренное. То есть мы действительно фокусируемся, мы выбираем то, что сейчас мы находимся здесь и сейчас, и мы фокусируемся на каком-то одном действии, моменте, эмоции, ощущении. И мы делаем это безоценочно. То есть мы не оцениваем этот опыт, мы наблюдаем за ним со стороны. Я очень часто слышу осознанность в инфополе от разных людей. Все какие-то, возможно, даже мемные истории, когда люди вообще ни разу не разбираясь в этом, начинают как-то шутить по этому поводу. Как можно отличить осознанного человека от неосознанного? То есть какие есть качества, которые этого самого осознанного человека отличают от человека, который ещё как-то к этому не пришёл? Ой, слушайте, спасибо за вопрос. Но он, честно говоря, не самый простой, потому что я думаю, что этих характеристик немало. Это зависит от человека. Осознанный человек и вообще, в принципе, осознанность — это такая возможность пробудиться от автопилота, от тех вещей, которые мы делаем, не понимая, не осознавая. Как раз это правильное слово о том, что мы делаем, зачем это делаем. Это как раз возможность пробудиться вот от этого автопилота и способность и возможность проживать свою жизнь так, как мы этого хотим. Какой-то такой с полной палитрой ощущений, переживаний, вкусов, запахов и так далее. И, наверное, осознанный человек — это человек, который принимает ответственность за свой выбор. То есть это какое-то такое качество, ответственность за не только за то, что он делает, ответственность за то, что он испытывает, за что он проживает, ответственность за то, что он говорит. Это тот человек, который, наверное, честен самим собой, потому что очень важно действительно создавать весь спектр того, что ты проживаешь, будь то плохое, будь то хорошее, и действительно называть то, что ты видишь, теми словами, чем это является. То есть это про честность самим собой. Для меня это ещё про заботу о себе. То есть осознанность — это забота о себе, это позволение себе прислушиваться к своим эмоциям, к своим чувствам. И на самом деле через заботу о себе — это забота о других. Мне кажется, я уверена, что забота о других — начинается забота о себе. Если мы очень самокритичны, если мы склонны себя оценивать, если мы склонны каким-то образом постоянно себя улучшать, модифицировать, даже когда в этом нет необходимости, мы очень часто так относимся к другим. Ну и, наверное, для меня ещё качество осознанного человека — это доброта, тоже про доброту к себе и про доброту к другим людям. Не полноценное такое стопроцентное принятие абсолютно всего, а про какое-то сострадание, про допускание, про допущение того, что помимо твоей точки зрения, помимо твоих выборов, помимо твоих решений, существуют ещё миллионы других, и каждый человек имеет право на свой собственный выбор. Наверное, как-то так. Анна, есть что добавить? Да, и ты знаешь, я бы, Настя, добавила, что для меня лично осознанный человек — это который хотя бы уже начал задавать себе вопрос «зачем и для чего?», и в своём ежедневном выборе он вот эту причинно-следственную связь, что я сейчас делаю, нравится ли мне это или нет, уже начал как раз осознавать и давать этот ответ и чувствование себя в текущем мире и окружающей вообще среде. Да, 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 очень точно. Супер, спасибо большое за столь развернутые ответы. И мне стало интересно, честно. Я когда услышал в первый раз про осознанность, мне немножко было непонятно, почему так резко это направление стало популярно в современном мире. Ну, то есть как-то вот вроде бы никто об этом не говорил, и тут же инфополе просто взорвалось в какой-то прекрасный момент. Как считаете, почему это направление так популярно сейчас в современном мире? Я думаю, что здесь тоже какой-то такой конгломерат причин. Во-первых, я сама психолог, я закончила психфак, и я наблюдаю, что, в принципе, mindfulness и течение осознанности, они стали всё более популярны с развитием психотерапии. То есть когда начала развиваться психотерапия, когда начали появляться новые направления, и не только какая-то когнитивно-поведенческая терапия, не только то, что связано с нарративом, с беседой, но и какие-то телесные практики, и киштальтерапия, и какая-то арт-терапия. И осознанность, она как-то вот стала одновременно параллельно вместе с психотерапией развиваться. Произошла такая адаптация восточных практик, интеграция восточных практик в современную жизнь, какое-то переложение на жизнь человека в большом городе, если можно так сказать. И тогда появилось вот это течение mindfulness. Я думаю, что, в принципе, можно условно назвать, что оно началось с изучения Джон Кабадзина. Это профессор, врач, который тоже стартовал, возможно, попозже расскажу про программу MBSR. Это Mindfulness Based Stress Reduction Therapy, терапия, практика осознанности для снижения уровня стресса. Тогда как раз mindfulness начал очень сильно изучаться так глубоко. Ну а во-вторых, помимо вот этого, наверное, фактора, это то, что сейчас, в принципе, идёт, можно сказать, такая большая война за наше внимание. Да, очень много вызовов, постоянная необходимость фокусировки внимания, очень много информации о СМИ, медиа, постоянные мессенджеры, десятки задач. И вот эта вот способность фокусироваться, она стала архиважной, потому что объём внимания, наша сила внимания, она ограничена. Она действительно сильно ограничена. А постоянно вот сильно возрастающее вот это количество вызовов внешних, она требует постоянной фокусировки, постоянно требует нашего внимания, плюс ещё высокий уровень стресса, который также ухудшает способность фокусировки. И вот эта вот способность концентрировать внимание, осознавать, что ты чувствуешь, какая-то эмоциональная грамотность, она существенно повышает эффективность. Такой work performance, который тоже говорит, да, то есть перформанс на рабочем месте. И для того, чтобы действительно справляться с этими задачами новыми, способность фокусироваться, осознавать, где ты что-то, что ты чувствуешь, она сейчас очень актуальна. Да, потому что я очень часто сталкиваюсь с огромным количеством людей, да и в своё повседневное в жизни со сложностью фокусировки. Я уже, не знаю, первый раз, когда Деву Рузак прочитал с её книжкой «Однозадачность», все же нам раньше говорили, что ты должен быть многозадачным, ты должен уметь вот то, пятое, десятое. А тут все говорят, что нет, ну, нет, не так, всё не так. Зачем нам нужен фокус? Как его можно развить вообще? То есть, может быть, какие-то более подробные, не знаю, возможности актуализации этого термина, именно фокусировки внимания в современное время? Потому что, да, вы абсолютно правы, сейчас столько инфополя, столько информации через нас проходит, как вот научить себя сфокусироваться на одном, а не фокусироваться на чём-то другом, и выбрать вот эти точки фокуса в первую очередь? Я могу сказать, наверное, так, что осознанность вообще, в принципе, и это то, что делает нас сильнее. Это то, что даёт, это, в принципе, уже источник ресурса. Почему однозадачность, да, почему многозадачность забирает так много того же самого ресурса? Потому что так как осознанность — это как мышца, да, то есть мы можем накачать её. И мышцы нельзя качать постоянно, нельзя использовать этот ресурс в каждый момент времени постоянно, нон-стоп, потому что он в какой-то момент заканчивается. И вот эта вот многозадачность, когда мы распыляем своё внимание на большое количество дел, она как бы немножко откусывает по кусочку от нашей вот этой вот, от нашей фокуса, нашего ресурса, от нашего когнитивного резерва. Когда мы направляем всё своё внимание на какую-то одну задачу, причём не обязательно зарываться в неё на несколько часов. Это может быть одна задача в один момент времени. Мы действительно склонны выполнять эту задачу лучше, эффективнее и, честно говоря, быстрее. Как ни странно, нам кажется, что чем больше задач мы сделаем одновременно, тем быстрее мы справимся с каким-то проектом. Нет. Как показывает практика, большинство исследований наоборот. То есть вот эта способность фокуса, она позволяет нам делать задачу быстрее, делать задачу её лучше. Плюс, на самом деле, любая вещь, на которой мы фокусируемся, любая вещь, за которой мы наблюдаем, она склонна улучшаться. Это вот такая фраза. То, на чём мы фокусируемся, растёт и развивается. Поэтому это тоже большой плюс. Если мы хотим совершенствоваться в чём-то, если для нас это важно, опять же, как себя мотивировать, как развить этот фокус, должна появиться мотивация в первую очередь. Мы должны понимать, что нам это нужно. Но действительно можно наблюдать, что когда мы прилагаем фокус внимания активно на какую-то одну вещь, на какую-то одну задачу, становится легче её делать. И действительно, эта история, она имеет тенденцию улучшаться. Супер, спасибо большое за развернутый тоже ответ. Анастасия, Анна, вы замечали по поводу фокуса, тоже хочу спросить у вас, когда мы фокусируемся, пытаемся научиться вот этой фокусировке и начинаем фокусироваться на каких-то отдельных задачах, возможно, отдельных каких-то частях нашей жизни, то страдают другие части. То есть, возможно, какие-то другие задачи, про которые мы либо забываем, либо просто уже не хочется их делать. То есть у нас вот фокус на одном, и всё, и пошёл. Туннельный вот этот, знаете, какой-то, не знаю, вариант мировоззрения. Вот как этого избежать? На самом деле, иногда действительно отложить какие-то дела, которые не являются столь приоритетными в данный момент, это неплохой выход, неплохая идея. Сосредоточиться на чём-то одном, особенно если мы видим, что что-то у нас проседает. Например, если мы отвлеклись на, не знаю, на какие-то личные задачи, семейные дела, и у нас начались какие-то профессиональные задачи проседать, мы можем на время переключиться туда, предупредив всю семью и сказать, что весь мой фокус сейчас находится, например, на работе. Либо же наоборот. Но осознанность на самом деле, она не только, кстати, про фокус. То есть со временем, когда ты начинаешь практиковать фокус внимания, ты начинаешь каким-то вот боковым зрением замечать всё остальное. Ну то есть это действительно развивается в процессе, и поэтому у нас появляется тоже возможность меньше упускать какие-то детали, и которые окружают то, на чём мы фокусируемся. Ну и я думаю, что здесь про позволение к себе тоже и какое-то принятие ситуации — это тоже элемент осознанности, когда мы понимаем, ну хорошо, я не супермен, я не могу сделать всё одновременно, я не могу уделить внимание всем, я не могу уделить внимание всему. Сейчас для меня, я сейчас распределю приоритеты, для меня действительно важно, нужно, срочно, но лучше уделять не только к тому, что важно и срочно, а тому, что важно, но не срочно, да, каким-то задачам. Но действительно эти задачи для меня сейчас являются приоритетными, и я на время оставлю какие-то другие сайты, такие projects, да, и сосредоточусь на том, что даёт мне сейчас максимум ресурса или даст там максимум результата. Вот, наверное, как-то так. Супер. А, не знаю, возможно, я вперёд забегаю, да, но вот представим ситуацию, что я понял, что, ну, осознал в какой-то момент, что вот мне что-то в жизни не хватает. Я там распыляюсь на одно, распыляюсь на другое, я там, возможно, к рабочим каким-то историям подхожу не столь педантично, чем хотелось бы мне. Какие есть виды и примеры практик осознанности, которые вот может каждый, в принципе, вот с чего можно начать абсолютно любому человеку? Ну, вообще, первое, что приходит на ум, я когда тоже начинала практиковать, это, конечно, формальная медитация. Есть такое условное разделение, можно сказать, в практиках осознанности, как формальная медитация и неформальная медитация. Формальная медитация – это является сидячей медитацией, то есть это когда мы садимся в любую удобную позу, сидя, или там по-турецки, или в позе лотоса, или полу-лотоса, кого как получается, и фокусируемся, например, на дыхании, то есть это самая распространённая практика. И, в принципе, все, когда говорят об осознанности, у многих появляется картинка как рассидячего человека в позе лотоса, который абсолютно якобы ни о чём не думает, избавившись от всех мыслей, фокусируется на своём дыхании. Но это далеко не единственный метод практики. Он, на самом деле, достаточно эффективный, и мне кажется, что очень здорово, если есть возможность посидеть какое-то время, потратить 5, 10, 15, 20 минут и сфокусироваться хотя бы на процессе дыхания. Но на самом деле практика осознанности гораздо больше. Та же самая неформальная практика, она выходит за рамки сидячей медитации, и осознанность — это практика, которая не прикреплена ни к времени, ни к месту, ни к каким-то обстоятельствам. Практиковать осознанность можно, когда вы ходите, когда вы моете посуду, когда вы слушаете музыку, когда вы плывёте, когда вы общаетесь с кем-то, погружаясь в процесс этого общения, внимательно слушая, следя за вербальными и невербальными проявлениями. То есть это когда вы полноценно находитесь в моменте, осознавая то, что с вами происходит, осознавая, что вы видите, слышите, чувствуете и позволяете себе проживать это вот в такой вот 5D-картинке. Аня? Анна? Я бы добавила, что, по сути, таким самым простым стартом для того, чтобы пойти в осознанность, может стать простое выделение времени регулярно для того, чтобы побыть наедине с собой. И это может быть как и медитация, о которой говорит Настя, но и с другой стороны это может быть какая-то новая рутина утром, которая выстроит ваш день таким образом, что ресурсов будет хватать на большее, возможно, количество задач или в целом энергии будет больше. И на самом деле от того маленького шага, как выстроена ваша рутина утром, очень многое зависит. Такой небольшой, на первый взгляд, шаг может изменить и качество жизни. Будь то медитация или условный аппликатор Кузнецова, или приготовленный завтрак не в ППХ съеденный, уже будет таким первым шагом. Я бы ещё сказала про фокус, о котором мы выше говорили. И вот эту разницу между многозадачностью и однозадачностью, то, что сам мир поменялся. И мы от такого довольно стабильного и предсказуемого мира, где время даже, если поговорить с нашими родителями, текло медленнее, он более стал нестабильным, волатильным. И кроме того потока информации, который мы получаем, мы получаем каждый раз новые вводные. И, соответственно, то, что мы можем контролировать, находится прежде всего в зоне нас самих. Это наше физическое, ментальное и психологическое состояние. И от этого, собственно, начинается вся осознанность. А где я в этом окружающем меня мире и событиях? Да, я абсолютно согласна. Я ещё помню, как стойки. Я очень люблю философию стойков. Они, кстати, похожи очень на буддистские какие-то практики. Ещё стойки говорят, что единственное, что мы можем контролировать, в принципе, это наши эмоции, наши реакции. Всё остальное вне нашего контроля. И поэтому переживать по этому поводу и как-то бояться того, что оттуда произойдёт какая-то опасность, нет. Мы можем контролировать наши эмоции, наши реакции. Да, и наш ресурс, он, конечно, внутри. Я абсолютно согласна. Ну да, это напоминает мне старый анекдот про человека, который занимался тренингами, который приходит и говорит, ребята, есть хорошая новость, всё зависит от вас. Но есть и плохая новость, всё тоже зависит от вас. Да, 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 именно. Ещё у меня вопрос про, знаете, некоторые такие, возможно, мифы, да, потому что очень много людей, по крайней мере, вот у меня знакомых или тех, там, не знаю, возможно, блогеров, которых я смотрел, читал, или, ну, просто вот людей в инфополе, которые нас окружают, говорят что-то про медитации, ожидая от них какого-то, не знаю, чуда, чудотворного влияния, что вот я сейчас начну медитировать, потом начну левитировать после этого, потом у меня откроется канал с космосом, я познаю истину и, возможно, буду вторым Илоном Маском. Какие есть ещё мифы? Как вот этого вот, ну, как не ожидать сверх каких-то историй от довольно простых вещей? Ну, как не ожидать? Наверное, принять решение, что я не ожидаю. Это важно. В этом тоже поможет осознанность. Сначала заметить, что мы ожидаем, потому что не все это замечают. Всем кажется, что им не нравится то, что у них там получается в процессе практика осознанности или медитации, и они не понимают, почему, а на самом деле это действительно какие-то ожидания, которые мало что имеют за действительностью. Понять, что это за ожидания и принять решение всё-таки без ожиданий, безоценочно, да, вот тоже ещё одно качество mindfulness — это не стремление, не стремиться к какому-то определённому результату, позволять проходить процессу происходить так, как он происходит. Потому что на самом деле там гораздо больше сюрпризов, чем нам кажется, потому что мы всё-таки опираемся на наш опыт. Но очень часто, который ограничен, безусловно, очень часто вот эти ожидания, они как раз основаны на каких-то вот этих мифах про осознанность, про медитацию в частности. У меня, я тоже была им очень подвержена, и постепенно, когда изучала практики, они распадались, но они на самом деле очень популярны. Я, по-моему, про одну уже упомянула, что там медитировать можно только в позе лотоса, сидя, нужно садиться, желательно, конечно, в оранжевых одеждах. Вообще прекрасно, если ещё чётки в руки взять, то это будет и, не знаю, там, поющую чашу. Вот тогда будет настоящая медитация. Что в то время тебя угадает происходит, это уже вторично. Нет, действительно, медитировать можно стоя, сидя, моя с утра посуду. Вот выстраивая утреннюю рутину, как Аня сказала, это очень круто, и вообще, на самом деле, почему так популярна, мне кажется, магия утра? Потому что утром ещё очень много ресурсов, очень много энергии, легче всё делать. И очень классно как раз какие-то практики осознанности начинать интегрировать в свою утреннюю рутину и, например, прикручивать каким-то другим триггерам вот эти якорить привычку, так называется. Хороший такой приём, когда мы, например, якорим привычку медитации к чистке зубов, например. Или я упиваю стакан воды, и после этого я сажусь медитировать. Так гораздо проще. Но медитировать можно даже не садиться. Можно пить воду и чувствовать тёплую воду, как она проникает, проходит по горлу, как она становится лучше после этой глотки. Это тоже осознанность. Ещё какие мифы? То, что, опять же, что медитация — это про то, что нужно очистить голову от всех мыслей, что нужно прийти к такому состоянию, когда у тебя в голове такой белый шум. Но просто это невозможно, потому что отвлекаться — это какая-то естественная природа нашего ума. Он постоянно будет отвлекаться, он для этого и создан. И совершенно нормально, что мы отвлекаемся. И вот как раз цель медитации — это не убрать все мысли из головы, а наблюдать за ними. И, честно говоря, сам процесс медитации — это как раз тот момент, когда мы от отвлечения или осознанности возвращаемся к фокусу. Вот мы решили осознанно помыть посуду, если уйдём от сидячей практики, чтобы немножко больше в реальную жизнь это интегрировать. Я буду осознанно мыть посуду. И ты понимаешь, что ты уже пять минут думаешь, что ты сделаешь после этого, какие джинсы ты оденешь, а не опаздываешь ли ты на работу, а почему ты вообще должна мыть посуду, ну то есть там что-то такое. Вот. И вот это, когда ты возвращаешься к этому процессу или возвращаешься к процессу фокусировки на дыхании, если ты сидишь и медитишь, это и есть процесс медитации. Вот, кстати, здесь у многих начинается разочарование, потому что процесс медитации оказывается не таким волшебным. Да, Плиташа сказала, не таким волшебнутым, как многим кажется, что на самом деле это работа, но она даёт очень большой результат. Даже если мы моем посуду, я, например, терпеть не могу этого делать, но когда я нахожусь полностью в моменте, я чувствую там тёплую воду, я вижу, как тарелка становится блестящей, наконец-то, красивой, и это делаю я, да, и на самом деле тарелок становится всё меньше. Даже от этого процесса можно научиться получать удовольствие. Супер. По поводу посуды максимально согласен. «Магия утра» тоже. Как-то мне попалась эта великолепная книга. Я очень-очень долго потом ходил и удивлялся. Но вот мы говорили про мифы. Теперь я очень хочу поговорить про какую-нибудь доказательную базу, потому что, я уверен, проведено огромное количество исследований про практики осознанности и пользы медитации. Вот какие есть исследования, возможно, в чём польза именно доказанная медитацией и практикой осознанности? Что вот люди точно знают, что вот это поможет в том-то, вот в чём? Ну, здесь такой скользкий лёд, потому что медитация и эффективность научно доказанной, если можно так сказать, эффективность практики осознанности, она начала изучаться равнительно недавно. И у нас, можно сказать, ещё нет каких-то подтверждённых мета-анализов, да, когда мы исследуем, сравниваем результаты нескольких исследований для того, чтобы с уверенностью сказать. Но, тем не менее, действительно есть такие исследования, и их становится всё больше и больше. И чаще всего исследуются либо уже монахи, которые практикуют достаточно долго, либо как раз участники вот этой программы МБСР, про которую я упоминала, Джон Кабадзина. МБСР – это восьминедельная программа, где участники даже без какого-либо опыта, они медитируют в течение каждого дня, и там как раз практики осознанности. То есть там есть практика сканирования тела, когда в течение 40 минут мы переходим внутренним вниманием от одной точки тела к другой. Есть практика концентрации на дыхании, есть практика концентрации на звуков, так называемая там ещё открытая осознанность, когда мы осознаём всё, что происходит вокруг, разные практики, но всё равно это про фокус, про фокус внимания. И изучается состояние до и после людей, которые проходили эту практику. И действительно есть разные результаты. Во-первых, то, что даже за какую-то не очень продолжительную практику, ту же самую восьминедельную, увеличивается плотность серого вещества в гиппокампе. Это зона мозга, которая отвечает за память, за самоанализ. Вон ещё говорят, что отвечает за страдания. Ну вот гиппокамп действительно мощно влияет на память. Опять же, например, изучались, возможно, вы слышали про изучение, это уже не совсем про осознанность, но про лондонских таксистов, у которого действительно увеличена зона гиппокампа, которая отвечает за зону города, за навигацию. Затем также были исследования, которые говорили, что медитация, практика медитации способствует более быстрой способности обрабатывать информацию, быстрее фокусировать внимание и обрабатывать большое количество входящих каких-то моментов. Ну и, конечно, большое количество исследований было о влиянии практик осознанности на уровень стресса, на уровень депрессии, вообще, в принципе, на развитие депрессии, на её появление зависимости, какие-то хронические боли. И доказано также, что практики осознанности и медитации, сидячей медитации в частности, оно очень сильно снижает симптомы панических атак, расстройств депрессивного спектра, уровень беспокойства и даже физической боли. Потому что на своём опыте могу сказать, что действительно медитация помогает быть терпимее к боли. И, кстати, сравнивали монахов и людей, которые не практикуют медитацию, даже не монахов, а просто медитаторов таких опытных. И на них оказывали воздействие, сильное болезненное температурное воздействие. И на МРТ измеряли активность болевых центров на МРТ. Показывали, что медитирующие люди, они чувствовали, реально чувствовали меньше боли, чем обычные люди. Но мне кажется, что тут даже не столько про чувствование, а про реакцию, про выбор. Выбор, реагировать на эту боль или не реагировать, это то, что я по себе заметила. Что я раньше, у меня как будто не было вот этой паузы перед принятием решения. Я сразу реагировала. Всё, больно, значит, больно. А сейчас я понимаю, окей, больно. Идти мне дальше в эту реакцию или понимать, что... Или оценить эту боль всё-таки, посмотреть на неё, понаблюдать. Вот это вот ощущение выбора, и, соответственно, которое снижает интенсивность реакции, в том числе на боль, оно... Вот это тоже спецэффект осознанности. Великолепно. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, а затем на выдохе отпустите все свои проблемы и переживания. Позвольте энергии космоса наполнить вас. Теперь откройте глаза и почувствуйте, как вы обновились, как у вас появилось желание изменить свою жизнь к лучшему. И загляните к Азбуке Лайф, чтобы начать свой путь. Этот подкаст мы делаем с нашими друзьями из Азбуки Вкуса и их крутого сервиса Азбука Лайф. Азбука Лайф – это бренд, объединяющий в себе линейку товаров собственного производства и услуги опытных нутрициологов-консультантов по питанию. Ранее мы уже рассказывали вам о возможности прийти в офлайн-магазины Азбуки Вкуса в дни бесплатных консультаций. В эти дни вы можете получить всю информацию о питании у ведущих нутрициологов, от выбора продуктов до составления рациона. Все советы и рекомендации вам дадут с учетом персональных предпочтений и потребностей. Расписание дней бесплатных консультаций доступно по ссылке в описании. Азбука Лайф – новая забота о себе, без чувства вины и ограничений. Внимание! Консультация нутрициолога не является медицинской и не заменяет поход к профильному врачу при наличии соответствующих жалоб. Анастасия, Анна, вот Анастасия, вы уже сказали по поводу осознанности, которая помогла вам справляться с какими-то болевыми ощущениями, ну, то есть очевидная польза. Можете на своем примере рассказать, какая еще очевидная польза медитации и практика осознанности у вас появилась спустя какое-то время? Ну, наверное, по аналогии с болью такая же история со стрессом, от которого никуда не убежишь, и которой в какой-то момент я поняла, что он всегда будет. Мне почему-то раньше казалось, что в какой-то момент он закончится, и все станет хорошо. И поэтому, наверное, еще было столько несогласия с тем, что происходит, и столько боли и страданий в этом процессе. А потом в какой-то момент, благодаря тоже практикам, особенно випассана, в этом плане помогла. Это практика, десятидневная практика медитации, погоинка, которую я проходила в Индонезии. И там на пятый, по-моему, день, несколько часов в день нельзя двигаться с места, когда ты медитируешь. И где-то примерно через полчаса вот этой непрерывной практики ты понимаешь, что там всего десять часов в день медитации, но вот по часу они разбиты. Ты понимаешь, что все-таки какие-то микродвижения происходили у тебя до этого. И на самом деле очень больно сидеть. Все затекает, дико болит спина, а двигаться нельзя. И через вот эту боль, через диалог с собой, через проживание вот этого стресса, ты через какой-то момент понимаешь, что на самом деле не так все страшно. После этого удалось как-то перенести вот этот опыт на реальную жизнь и понимаешь, что те события, которые с тобой происходят, ты называешь это стрессом, ты называешь эти события негативными. На самом деле любое событие, оно не негативно и не позитивно. Мы сами его называем хорошим или плохим. И опять же всегда есть выбор. Поэтому меньше реакции на стресс и больше я как-то перешла в зону проактивную. То есть если мне не нравится, что-то происходит, если я испытываю стресс, значит, я должна с этим что-то сделать. И очень здорово это помогает как раз не сидеть на месте, а справляться со стрессом, а не просто сидеть и переживать. А ещё, наверное, пару таких моментов — это более осознанные пищевые выборы. Очень сильно осознанность влияет на питание, на понимание того, как реагирует твой организм на любой продукт. Потому что для кого-то даже самый здоровый продукт — это тот продукт, который не подходит его организму. И я раньше иногда слепо следовала предписаниям якобы здорового питания. Но это же полезно, это же действительно классно, это же противовоспалительный продукт. Игнорирую какие-то реакции своего организма. То есть сейчас мне легче понять, что мне больше подходит, без каких-либо анализов, без диагностики, и вовремя остановиться, потому что я тоже во времена стресса, например, склонна переедать или заедать что-то. Это гораздо проще делать с осознанностью. И на самом деле ещё легче, стало легче засыпать, как-то легче расслабиться. Легче расслабиться, легче фокусироваться на дыхании. Раньше тоже были какие-то проблемы со сном, а сейчас вот это позволение себе расслабиться очень помогает. Супер, спасибо большое, Анастасия. Анна? Мой личный топ таких практик осознанности, наверное, будет такой. Это медитация и лёжа, когда ты только проснулся и ещё не готов вставать, но при этом телефон в руки уже примерно готов взять, чтобы пролистать последние новости. Вот в этот момент включать медитацию помогает настроиться на день и на себя. Вторая практика — это работа со звукотерапевтом и терапевтом. Третья — это, пожалуй, питание. И в целом, что могу сказать конкретно про себя, что все практики осознанности, начиная от еды, заканчивая какой-то работой со специалистами, всё это помогает, кроме чувствования себя, помогает в целом сдаться жизни и процессу. То есть не добиваться результата, то, о чём Настя уже упоминала, а именно быть в моменте. То есть уметь отпускать прошлое, не сильно планировать будущее, не жить этими ожиданиями и быть здесь сейчас. И, пожалуй, для меня это основной такой инсайт и понимание в целом, пожалуй, смысла жизни. — Круто, Анна, спасибо большое. Слушайте, вы говорили про АСА-02, по-моему, это так называется, да, когда ты лежишь полностью и ничего не делаешь. Насколько я помню, я могу ошибаться. — Я нет, но мне нравятся сравнения. Великолепная штука, тоже очень круто. А ещё я знаю, что у меня несколько знакомых ездили в Индию, там есть буддистские храмы, где можно 10-20 дней помолчать. — Да, это как раз Настя и говорила об этой практике. Випассана, она может проводиться как в Индии, так и в других странах. Я знаю, что есть компании, которые организуют и здесь, в России уже такие практики. Ну да, и вот к вопросу ничего не делания, это же прямо бич современных детей, молодёжи и нас с вами, в том, что мы всегда, в каждом моменте стараемся что-то делать. И вот этот момент, когда ты вообще ничем не занят, при этом не испытываешь чувство вины за это, ни перед собой, ни перед своими близкими, и вообще ни перед кем бы то ни было, вот это очень классно. Не быть полезным ежесекунда. — У меня ещё всегда есть такой червячок сомнений, наверное, как у каждого из нас, когда мы сталкиваемся с чем-то новым для себя, потому что для кого-то осознанность уже, возможно, это просто базис жизни, а для кого-то это что-то новое и неизведанное. И, естественно, когда мы что-то новое узнаём, всегда какой-то вот червячок внутри сидит и серии. А подойдёт ли это мне? Всем ли это подходит? Да, может быть, есть какие-то побочные эффекты вообще от этого, от осознанности? Или, ну, может быть, и положительные, и неположительные. Да, есть ли что-то такое? — Побочный эффект, наверное, это счастье. Не, правда, на самом деле, действительно есть такой побочный эффект. Это понятно в такой позитивной коннотации, я говорю, но счастье есть. Причём счастье не то, что самое интересное, что с осознанностью ничего-то не меняется. То есть реальность, она остаётся внешне со стороны той же самой. Просто отношение к реальности меняется. У меня, например, раньше было очень много претензий к миру. И, честно говоря, даже вот эта осознанность, начинаешь принимать этот мир такой, какой он есть, и то, что он несовершенен, то, что он разный, то, что он весь такой разноцветный, и не все цвета яркие и красивые, и то, что это тоже классно, потому что если бы не было тьмы, мы бы не знали, что такое звёзды. И вот это позволение себе без чувства и вины проживать свою жизнь, даже если ты ничего не делаешь, это, конечно, даёт какой-то космический приток энергии и расширение. Но, наверное, если говорить про какие-то реально побочные эффекты, ну, наверное, это люди с какими-то психическими проблемами, психиатрическими в частности, либо люди, которые находятся в серьёзных депрессивных состояниях, или, наоборот, какие-то маниакально-депрессивные эпизоды, да, что мы тоже на психфаке изучали много клинических случаев, наверное, тогда какие-то продолжительные, особенно без сопровождения практики медитации, не всегда могут дать какой-то хороший результат. Были даже проведены исследования, я читала, по-моему, в 17-м году, в Калифорнирском университете, там исследовали уже достаточно опыт медитирующих продолжительное время и монахов, и просто практиков, там, по-моему, 60 или 70 было. Люди, которые участвовали в этом опыте и показывали, что бывают разные спецэффекты, бывает и усиление там негативного мышления, опять же, я думаю, что на фоне сниженного какого-то эмоционального фона может бывать какие-то физиологические спецэффекты не очень приятные, но, возможно, это как раз тоже из-за фокуса внимания, возможно, усиление каких-то проживаний физиологических или более тонкого контакта с телом. Но это всё, мне кажется, проходит со временем, но вот если есть какое-то острое психическое состояние, то, возможно, медитация – это не самый лучший выход прямо здесь и сейчас, либо же её лучше практиковать со специалистом. Анна, Анастасия, а как вы думаете, что мешает людям быть осознанным вот прямо сейчас, вот взять и начать? Какие-то, возможно, есть факторы, которые кардинально стопорят огромное количество людей, и что это могут быть за факторы или просто ситуации? Я могу начать, что в основном это два момента, даже три. Первое – это страх. Второе – это, я его называю, «Синдром отложенной жизни», когда мы планируем начать с января, с понедельника, с нового месяца. Третье – многим людям кажется, что это для кого-то другого. То есть какая-то осознанность, в ней разбираться, непонятно что. И вот это желание просто попробовать, а потом дать оценку или не давать её вообще, вот оно часто очень останавливает. И кажется, что это не для меня. В принципе, очень часто распространённые причины не начинать что-то новое, не улучшать свою жизнь, не жить лучше, мол, из серии «Жили и будем, и зачем». Да, не жили хорошо и нечего начинать. Это стандартная история нашего менталитета, это правда. Прямо как мантра уже, мне кажется, в поколениями. Но я всё-таки знаю, что с этим можно что-то сделать, и я подозреваю, что с чего-то можно начать осознанно жить, как всегда по традиции, у нас какие-то новые кардинальные начинания начинаются с маленьких шагов. Вот с чего можно начать жить осознанно? Ну, наверное, сначала стоит понять и ответить на вопрос, зачем вам это нужно. Потому что мы делаем всё-таки всегда то, что нам важно, и то, что нам нужно. То есть какая-то, ну, не обязательно цель, но именно понимание, зачем вы это делаете. Это очень важно. Возможно, к чему вы хотите прийти? Плюс, опять же, мне нравится история с теорией маленьких шагов. То есть не нужно сразу подключать и сидячую медитацию, и медитацию ходьбы, и осознанность 24 часа в сутки. Начать с пяти минут медитации. Идеальное начало — просто задавать себе вопрос каждое утро, как я себя сейчас чувствую? А вот как я сегодня? Здорово пять минут хотя бы перед этим посидеть, подышать. Не обязательно там, обязательно фокусироваться на дыхании, чувствовать, как более холодный воздух входит в твои ноздри или более тёплый выходит. Нет, просто дышите, как дышите, отпустите своё дыхание и задайте себе честный вопрос, как я себя чувствую сейчас. И позвольте минуту настроиться на свои эмоции и ощущения. И не бежать ещё от негативных эмоций. Это, наверное, одно из самых сложных, одно из самых непростых, но одно из самых важных. Позволять себе проживать весь спектр эмоций, позволять себе находить время называть эти эмоции. Потому что, к сожалению, то, что мы не можем назвать, мы не можем прожить на 100%. Здесь очень помогают, кстати, слова ремоции. Есть он такой, по-моему, на 200. Я сама не знаю его всего. Не сама иногда. Я практикую давно, уже 7 или 8 лет, и преподаю тоже в том числе. Но всё равно иногда я сажусь, задаю себе вопросы, как ты себя чувствуешь? Что это за эмоции? Что это за ощущения? Я не могу понять, что это раздражение, злость, досада, обида. Что именно? А может быть, это вообще какое-то чувство, которое я пока ещё не знаю, о семантике. То есть расширять вот этот эмоциональный словарик, лексикон, и позволять себе хотя бы 5 минут задать вопрос, как ты, это очень важно для начала. Некоторое время назад в разных источниках и в интернете, и от знакомых слышал про принципы mindfulness. Какие-то в интернете пишут одни, кто-то говорил, что есть какие-то другие. Что это за принципы? Что означают? Какие бывают вообще в принципе? Мы уже, кстати, про них поговорили. Это те принципы, про которые в том числе говорят на многих программах, на Випассане частично, на ретритах, на МБСР. И они действительно помогают в жизни. Я их очень люблю. У меня даже они выписаны в книжечке, в которой я просто фиксирую какие-то свои мысли после практики. Это, во-первых, безоценочность, про которую мы говорили. То есть отступать от постоянного вот этого потока оценок, от вот этих наклеек, от лейблов, которые мы привыкли присваивать. Там хорошо, плохо, справедливо, несправедливо, потому что на самом деле справедливого мира не существует. Просто не оценивать, а быть здесь сейчас, позволять всему проходить. Второе отсюда тоже входит это терпение. То есть мы даём себе вот это пространство, мы позволяем проживать весь опыт, который у нас здесь есть, и не спешить. То есть не спешить его изменить, не спешить сделать из негативной эмоции хорошую. Да, то есть мы... И опять же про терпение, то, про что говорила Аня, да, это про позволение себе ничего не делать без чувства вины, если сейчас не хочется просто проживать какой-то тот опыт, который есть сейчас. Ещё один мой любимый, наверное, принцип, их всего восемь, это ум новичка. Я его очень люблю. Это смотреть на всё глазами ребёнка, глазами иностранца или, может быть, даже инопланетянина, да. То есть он помогает не смотреть с позиции эксперта, это очень ограничивающая такая позиция, а помогает оставаться в своём опыте здесь и сейчас и рассмотреть его во всех деталях. Это очень круто. Мне очень помогало во время ковида и карантина, когда я жила в одном и том же районе, и я выходила и прямо надевала на себя вот это глаза иностранца, и тут вижу там кошка в окне сидит, кто-то признание любви написал на асфальте, которого вчера не было, тут цветок расцвёл, и такое ощущение, как будто ты путешествуешь, несмотря на то, что ты уже полгода никуда не выходишь. Ещё один принцип mindfulness — это доверие, доверие миру и доверие себе, доверие тому, что ты проживаешь то, что действительно проживаешь, и это нормально, что ты совершаешь ошибки, и это нормально, и на самом деле, может быть, эта ошибка сейчас — это самое правильное, что должно с тобой произойти. Это доверие, оно, доверие оставаться самим собой и проживать эту жизнь, как ты её проживаешь. Ещё одно, про которое я говорила, это не стремление, а это когда мы не пытаемся оказаться где-то, когда мы не пытаемся изменить ситуацию, подстроить её, а остаёмся здесь сейчас. Потому что, в принципе, это медитация, осознанность — это такое, это неделание, то есть мы никуда не стремимся. И самое популярное, наверное, это принятие и отпускание, когда мы принимаем весь поток реальности и отпускаем, если что-то к нам не цепляется, мы говорим, окей, хорошо, уходи. И последнее — это доброта к себе, это сострадание. Есть даже такая практика, она называется метта, метта-бхавана. Это развитие любящей доброты, когда мы развиваем свою способность сострадательно относиться к себе и ко всем людям. Супер, спасибо большое. Анна? Я хочу нас сфокусировать на том, что Настя упоминала очень классную практику записывать. И это может быть как практика утренних страниц, когда на вопрос, как я сегодня, ты просто пишешь всё, что у тебя есть здесь сейчас в голове. плюс письменно это может быть практика благодарности, замечать, а что же хорошего случилось за прошедший день. Ещё одна тоже письменная практика позволяет честно увидеть, например, что мы едим, это дневник питания. И вот эта способность, когда мы можем зафиксировать, а не полагаться на свою голову, а загружать мысли на бумагу, она позволяет чуть быстрее видеть результаты работы над своей осознанностью. Я очень часто в последнее время не только про осознанность, а вообще в принципе от очень крутых специалистов, от очень успешных и продуктивных людей слышу про то, что записывай, записывай рукой, это намного лучше, чем куда-то в телефон, в заметку, где-то на склерозе себе фиксировать. Не получится, только записывать. Да, всё так и есть, потому что здесь включается работа руки и письменной памяти в сочетании с мозговой деятельностью. То, что мы сейчас очень мало пишем именно от руки, конечно же, влияет и на то, как мы помним вообще свои дела. Мы их делегируем гаджетом, а нужно всё-таки иметь перед глазами то, что ты сам со своей ответственностью зафиксировал. Да, потому что даже у гаджета сейчас появились режимы фокусирования, о фокусировке мы говорили буквально вот недавно, то есть уже гаджет уже даже пытается быть как-то осознанным устройством, и я не знаю, я как-то настолкнулся просто с моментом, что у меня куча заметок, да, у меня вроде бы всё записано, всё по пунктам, там есть специальные рабочие приложения, но всё равно что-то вот ускользает из рук, и как только я пересел на ежедневник, вот вроде бы то же самое, просто поменялось механическое действие, и сразу всё как-то по полочкам расставилось, стало лучше. У меня ещё какой вопрос. Анастасия упоминала, что когда мы начинаем практиковать осознанность, мы как-то ещё обращаем внимание на питание, на связь с телом. Вот можно как-то попросить Иоанну и Анастасию более подробно рассказать именно про осознанное питание, про связь именно с телом, и что это, зачем нужно, как это практиковать, и в чём польза? Я считаю, что в принципе в работе с питанием осознанность это то, с чего нужно начинать. Несмотря на то, что я нутрицолог, и многие думают, что это тот специалист, который просто пришлёт тебе 10 страниц рекомендаций и сам лучше знает за тебя, что тебе нужно есть и пить, я хочу сказать, что именно осознанное питание это ключ к здоровью. И как Аня правильно сказала про дневник питания, это совершенно мощнейший и самый важный инструмент здоровья, потому что действительно, даже самое здоровое питание, оно каждого своё. То есть я всегда говорю, что универсальных каких-то форм универсального питания не существует, существует ваш индивидуальный рацион и понять, что подходит вашему телу, от чего у вас появляется энергия, от чего, наоборот, клонит в сон, от чего вы становитесь раздражительны, от чего у вас повышается настроение, на это тоже влияет еда, от чего вы лучше засыпаете, от чего вы ворочаетесь, после какого ужина вы ворочаетесь, не знаю, сбоку на бок на протяжении нескольких часов. Это вам даёт дневник питания, осознанное питание, это когда мы действительно не только по листку едим, когда нам по какому-то меню, а когда мы спрашиваем себя, что я хочу есть, какое у меня сейчас чувство голода, как реагирует моё тело на тот или иной продукт, и прислушаемся к нему, доверяемся ему, делаем пищевые выборы на основе этого. И все нутрициологи, которым нужно доверять, которым можно доверять, они в первую очередь даже до консультации дают клиенту дневник питания, а чтобы посмотреть, что человек ест, я всегда ещё прошу фиксировать свои как раз эмоциональные и физиологические последствия приёма пищи. Это очень мощный инструмент, поэтому, наверное, да, это тоже вот такая практика осознанности. Я здесь добавлю, что осознанное питание очень часто приравнивается к здоровому питанию. Но на самом деле осознанность бывает в том, чтобы либо от чего понять, что условно ты каждый день ешь пятую пачку чипсов, и ты ешь, потому что тебе завтра сдавать какой-то годовой отчёт, а ты его не готовил, или поругался со своим партнёром и заедаешь этот стресс. А с другой стороны, эта осознанность не имеет отношения к здоровому питанию никакого. Это, по сути, первый шаг от того, чтобы избавиться от такой вот мусорной еды и вступить на этот путь того, что как еда влияет на моё состояние и на мой уровень энергии. А с другой стороны, осознанное питание может быть, например, таким, что да, я такой гедонист, кто чувствует вкус жизни, любит собираться с друзьями и прочее, прочее. Употребляю, например, бокал вина, и мне от этого классно, но потом я чувствую похмелье. И осознанность в том, чтобы разобраться в том, что есть, например, алкоголь без диоксида серы, который не даёт чувству похмелья. То есть, вот это осознанное питание, оно очень многогранное. От такого начального пути, когда я не кладу третью ложку сахара в свой чай до каких-то уже индивидуальных подборов питания по генетическим тестам, анализам крови и прочее, прочее. Это очень такой длинный путь, который, опять же, не про результат, а про процесс, который не делит жизнь на до и после, но очень значимо меняет ощущения от каждого дня. и даёт ресурс для того, чтобы жить эту жизнь. Да, и сокращает ваш индивидуальный путь к здоровью на самом деле. Он становится реально короче, он становится реально быстрее. Опять же, конечно, осознанное питание это не совсем интуитивное питание, это не про то, что если я всё время ела булки, а теперь я послушаю реакцию, что скажет мне мой организм, и он, конечно, скажет, иди есть салат. Нет, это всё, тоже нужно понимать, что какое-то изменение привычек вместе с этим должно идти, но действительно наш организм знает очень много, и очень часто, несмотря на то, что когда мы едим бургеры, нам вкусно и нравится, нам потом организм говорит, господи, у меня вздутый в живот, я плохо себя чувствую, я набрал вес, и вот осознанность это обратить на это внимание и сказать, ого, вот он, вот он сигнал, давайте что-то менять, а неосознанность это сказать, ну ладно, ну как бы, ну что такое, ничего, я же не умираю, зато вкусно было, вот это уже неосознанное питание, и поэтому вот даже просто то, что мы обращаем внимание, что нам фигово после какого-то приёма пищи, да, или нам не очень хорошо после какого-то пищевого выбора, да, там или после бокала вина сказать, окей, там, наверное, я, ну, следующий бокал вина выпью через две недели и как-то это предохраню этот вечер, да, ну то есть это тоже позволит нам делать больше здоровых и простых, на самом деле, пищевых выборов, не ограничивая себя. Ну и Анастасия, Анна, расскажите, пожалуйста, вот, не знаю, наверное, нет какого-то такого волшебного рецепта, как мы все привыкли, да, что вот есть какой-то волшебный рецепт, чтобы всё было хорошо, но, возможно, есть какой-то способ или какие-то шаги, как осознанность можно сделать привычкой. Ну, как я уже говорила, здорово понимать, зачем тебе это нужно, то есть вот это цели, понимание, зачем ты делаешь эти, пусть даже, возможно, это будет приятный, на самом деле это очень приятные усилия, но всё равно это какие-то небольшие усилия, всё равно мы как-то меняем, мы проживаем жизнь по-новому, а наш мозг, он очень любит экономить энергию, очень не любит трудиться и что-то менять, поэтому вот эта цель, она очень поможет. Маленькие шаги, да, не начинать делать всё сразу, начните с пяти минут медитации, надо медитировать 30 минут, начните с одного осознанного приёма пищи в день, а не на завтрак, обед и ужин, потому что мы же привыкли с гаджетами завтракать, обедать и ужинать, а это как раз одно из мощнейших триггеров переедания, потому что мы не осознаём, насколько мы сыты. Ну, пожалуйста, выделите себе один приём пищи, ладно, выделите себе из 20 минут завтрака 10 минут без телефона, и 10 минут посидите с телефоном. Если мы говорим про какую-то медитацию, то очень клёво начинать с guided meditation, то есть медитация с голосом, а не медитировать самому, то есть использовать какие-то приложения, например, которые помогают, это очень здорово, и даже на курсе MBSR мы тоже медитировали с голосом, это очень помогает. Очень здорово, как я уже сказала, делать это утром, когда ещё наша мышца осознанности, она так накачана и полна ресурса. Да, просто утром якорить её, например, к чистке зубов, к выпиванию стакана воды и чего-то ещё. Ну и ещё то, что мне очень нравится, это, как Аня сказала, вести дневник, но даже не то, что прямо просто там супердневник, но потому что медитация и практики осознанности, они очень незаметно меняют нашу жизнь, но они это делают настолько мощно, но очень часто мы этого не замечаем. И просто отмечать своё состояние до и после практики, до и после дня, когда мы там поели 10 минут осознанно или там помыли посуду, просто находясь в моменте, или помедитировали 10 минут и начали утро с вопроса, как ты, как я сегодня, и на следующий день сделали всё по-другому, проснулись, проспали, за 5 минут собрались, бежали, делали 10 дел одновременно, и сравнить вот это состояние, это очень помогает тоже заметить эту разницу и захотеть вернуться к этой привычке в следующий раз. Огромное, огромное вам спасибо. Анна, Анастасия сегодня рассказали, ну, вроде бы, вроде бы где-то я слышал какие-то обрывочные информации, да, вроде бы что-то вот в инфополе это витает, но Анна и Анастасия сегодня рассказали настолько концентрированно и полно, что, ну, у меня нет слов, спасибо вам огромное. Сегодня с Анастасией Медведевой, нутрициологом Азбуки Вкуса и Анной Белой руководителем направления Азбука Лайф обсуждали осознанность, как стать осознанным и что это такое. Я вот лично считаю, что пойду сегодня более осознанно подойду к тому, что буду вечером кушать. Спасибо большое, Анна, спасибо большое, Анастасия. Спасибо вам. Спасибо большое вам. Всем услышимся, пока-пока. Анастасия.